так добрый день друзья я железо валерий константинович это мой сайт это моя фото галерея вот и особый разговор прям была небольшая это будет то что я называю по привычке телемост когда-то у меня такие вещи были когда мы начинали например броски 1 телемост оказался через какое-то время 36 вот и я считаю что таких телемостов должно быть сотни в данном случае я играю роль ну может ведущего или как там еще модератора что ли и вот получилось так что что касается садоводства огромная аудитория если все собрать вот переписка споры отчаянные споры негатива много то есть и грязи хватает потому что людям немыслимо само то что происходит последнее время садоводстве вместо безнадёги новое направление и вот был у меня момент когда уже сотни сотни наверное их полторы может две тысячи фильмов чего-то не хватает хочется чего-то такого как песни поется вот почему я был москве меня это самое отключили микрофон во время когда я выступал на международной конференции самой настоящей с кучей академиков вот но я это не был принят потому что я начал их критиковать это недопустимо у нас уже все давно известно и ничего нового я сказать не мог мне поэтому отключили микрофон и вот получается так что я после этого побывал до это два дня в 3 подмосковском огромном дальше массиве и она оставила дикое гнетущее впечатление плюс впечатление еще страшнее было у меня в этом когда я был теперь русская академии в их саду вот и с тех пор и до сих пор она не прошло но мои интересы шире и когда я выхожу за пределы садоводства меня встречает гнетущая тишина я рассказываю 200 500 или 1000 просмотров и тишина и тишина она мне угнетала и вот у меня позавчера раздался звонок вот и сейчас я включу громкую связь и вы узнаете что оказывается мне все так плохо есть люди которые придерживаются прямо таких же такого же мнения как я например когда раздался звонок я услышал следующее я тоже считаю что мы растим детей неправильно и только он сказал слова памперсы вот я понял что мне повезло и эту тему надо расширить за счет вас уважаемые слушатели возможно это будет одна серия обычно это 29 минут потом выключается видеокамера а возможно будет 10 раз по полчаса и так поехали значит полный стопроцентный экспромт я набрал электромосква москва для меня занимает особое место в моей жизни это моя главная неудача ой балкон не закрыл секунда оттуда шум идет так вы полностью для нас незнакомый совершенно человек а у нас какой-то круг уже сложился это несколько тысяч более-менее постоянных слушателей читателей вот я не спрашиваю для начала и не знаю вам о вас ни о чем но слово памперсы когда вы произнесли слова памперсы я попросил вас расширить эту тему потому что я считаю что памперсы на самый главный вред стране на уровне войны гражданской войны можете они прав вот ну теперь можете не называть фамилию можете называть можете свою профессию все полный экспромт я не о вас ничего не знаю но слово памперсы связала нашу нас с вами слушаю вас можно говорить что уникальное и я буду прав это никакой это простая констатация потому что моем понимании садоводства нет наверно несколько стадий развития вот одна из стадий то что было в россии до полиции потом по крайней мере могу сказать лично о себе что знакомство работ в олега константиновича прослушиваю семинаров я как создавал один человек то после того как я стал вникать не могу сказать что у меня вообще мировоззрение очень поменялось в этом вопросе и что называется глаза открылись то есть на самом деле происходит как происходит и как это в общем то должно происходить также хочу сказать что я являюсь почитателем работы и сторонником концепта шедоводства Валия Константиновича ну и не только шедоводства но и многих его жизненных принципов жизненных идей жизненных профилатов которые касаются как развития человечества в частности связанных с теоретами а вернее сказать первой стороне не нужно оборот также и с него минимум о развитии детей в России связанных с системой образования здесь наверное тоже можно говорить очень долго потому что каждый из нас если он имеет детей является папой или мамой а даже может быть бабушкой которая сталкивается с процессом учебы внуков то вы поймете о чем я говорю это бездарно бездумно построена программа это страшные глупые идиотские домашние задания и когда ребенок приходя домой вместо того что вы потратите на их выполнение допустим 2-3 часа все это затягивается до 11 до 12 ночи не знаю как у вас но приучитель назад скидывает задание примерно в 10 вечера то есть что ребенок уже все сделал покушу уже готовиться ко сну вдруг смс срочно и срочно практически через день это как бы один вопрос связывает с образованием что касаемо паперсов здесь я в общем то наверно на в чем то на 100% в кризаре Сергей Константинович в чем то чуть чуть нет поэтому скажу чисто по примерам от своей жизненной практики у меня трое детей во всеми школьного возраста начальная школа и могу сказать так конечно паперс вещь к сожалению крайне необходимая трудно заменить в уходе за детьми чисто в физическом вопросе когда ребенок еще грудничок и там каждые полчаса может быть по маленькому он сходит или по большому но с другой стороны это наверное все таки одно из вреднейших из этой тени человечества вот я все больше больше в этом убеждаюсь Варик Александрович говорит очень простые очень понятные вещи очень понятным языком на очень понятных примерах могу просто как бы сказать ну сказать например своей семье значит при родине первого ребенка у меня была достаточно хорошая зарплата хорошая работа лучше можно сказать хорошее финансовое благополучие и меня мог подводить отправить жену например на все лето на дачу побежать под Москву либо отправить даже к морю вот благо тогда это еще было не так дорого и соответственно ребенок что он находясь в море мог делать по пляжам купаться ну поскольку понимаете что зачем маленькую человечку два три года и так далее папе ребенок есть естественно путь в чем то и в итоге я могу сказать что каждый раз приезжая с моря я вижу что сын все растет больше и больше физически в росте нормально в Сочи нормальные спортивные пропорции и если мы говорим о мальчиках то соответственно там все росло ну то что давно расти очень даже нормально потом к сожалению положение экономическое поменялось и я себе уже не смог это позволять делать как отправку детей жену на отдых и фактически меня второй мальчик практически все время проводил в патерсах да бывают какие-то перерывы как-то вырваться но все время и вы знаете ситуация пошла совершенно по-другому сценарию по-другому сценарию то есть ну рост стал меньше значит вообще если не говорим вообще физически то что значит одни девчиках не не устало и как следствие дальше пошел набор веса и ребенок стало полномерно превращаться в кулака сейчас конечно я борюсь с этим постоянно как-то с паперсов даже приду пример который меня мужчины поймут сразу например вы едете в летом машине жарко за окном 26 даже допустим видите на кондиционере оно достаточно жарко и писать что если вы едете более теплые ручки осенние или зимние я проверяю через полчаса вы будете подниматься на третий и иметь только одно желание поехать и переодеться но это произошло с человеком за полчаса а с ребенком это происходит 24 часа и она думает почему же кричит что он колик или еще что-то хочет бутылочку за месяц а в итоге ребенок может что-то говорит папа мама мне жарко снимите вы с меня дайте мне подышать кстати говоря я неоднократно спасу с этим предметом на предыдущих детей иногда когда все перепробовали крупную водичку еще что-то ребенок кричит я закрывал паперсы ну соответственно обтирал при необходимости в течение 15 минут у меня ребенок успокаился и засыпал вот вот чипер не рисунок поэтому я здесь совершенно свидетель что паперс это все-таки вред век век российской психологии или там как еще по-другому называется эти все науки вот несколько названий то что ребенок сексуально начинает а это важно потому что мы расти мужчин вот и хотели внуков иметь кстати не только детей так вот сексуально развивается с первого зачатия из первой жизни с первым криком когда родится вот об этом никто не знает потому что меня злит то что это вообще в школе даже в среднем уже надо проходить только отдельные эти самые разделите классы временно девочки налево мальчики направо и тем где женщина учитель рассказывает то что надо касается девочек чтобы до борта не доводить вот это тоже надо знать раз уж не могут удержаться от секса мальчикам вред этого самого теплых одеял сиденья бесконечно за компьютером тот трусы эти самые тесные вот в которых красуется везде где угодно попробуйте покажись на этих семейных трусах мальчику засмеют и вот получается что не знает физиологии не знают что его природа устроила так чтобы яички мальчиков когда-то были четвереньки вот а там тем более а потом люди выпрямились у них уже стали теплее яички менее развитые прижимается к телу а потом цивилизация а потом теплое одеяло а потом сиденье когда зажата между ног вот и все знают что когда яички не появляются из брюшины дети вырастают но не могут зачать потомство они как раз таки как и вы сейчас описали вот и вот я чего хотел сказать про ветку природа устроила температура яичек на два-три градуса должна быть ниже и они должны болтаться а какое болтание за компьютером вот из-за даже школа вредит уже тем что там не мальчики вырастают а уже сильный мальчик становится слабыми а слабыми геями сейчас все геи заполняет этот мир никто не видит в упор третье уже появилась ослой уже уже даже ладно не буду продолжать в общем самый смысл яички должны болтаться яички должны проветриваться температуры даже вот родители или заставить детей хотите иметь хороших детей здоровых детей внуков хотите иметь вот это и есть то самое главное всего из физического воспитания бесконечный спорт без все это можно продумать школьная программа начало с этого начинается вся школа вон они везде стадионы возле школ вот вся школа 8 утра на улице целый час под музыку потом час занятия сидя где зажатые яйца извините яички потом снова это самое придумали куда походку хоть музей хоть куда потом снова за порта вот и конечно уж никаких домашних заданий и там они будут сидеть зажатые в эти между ног 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 где мозги то я у них не знаю но каждое вот такое выступление моё теперь ваша она должна приблизить когда-то ведь не успеем ведь геи не защитят страну нужны сильно настоящие мужчины мужики а вы только знаем про этого в школе как-то случайно забыли сказать у геракла был 13 подвиг не 12 40 девушек соси меню за раз подряд вот я не говорю что к этому надо стремиться на здоровая семья это за это самое но неужели не страшно когда полу семье появляется день неужели непонятно что жизнь прожица зря а их все больше и больше плюс пропаганда бесконечная мальчики целуются с мальчиками ой извините все я я высказал сюда просто наболела виктор теперь все остальное время будете говорить и мы давайте давайте об обсудим их в прошлом то что все нормально я с вами абсолютно согласен что сходы за граба продумана на втолках и критические мальчик мальчик Продолжение следует...